Возможно ли использовать данный метод для исцеления позвоночника или коленных суставов? Как тогда задавать вопрос, Надежда? На исцеление чего и бы то ни было. Это все, что мне нужно сделать, чтобы, поскольку вы знаете, в чем ваша проблема, вы можете сформулировать соответственно, чтобы сустав моей коленной чашечки, да, или коленный сустав выздоравливал с каждым днем все больше и больше, или там укреплялся, или смотря что там происходит, или чтобы смазочные вот эти все вещества выделялись в достаточном количестве, чтобы не сказать, чтобы боль исчезла, а чтобы он оздоравливался. Ведь когда вы скажете общую формулировку, то ваше подсознание уже будет знать, что сделать, какие вещества создать, какой приказ отдать, потому что помните, да, в чем еще хороша эта техника, потому что мы всегда объясняем на семинаре по методу Сильва, есть разум, есть мозг и есть тело. Не разум управляет тело, разум дает команды мозгу, мозг управляет телом, поэтому вот эта троица, разум, мозг, тело, она работает все время в постоянной связке, поэтому при помощи разума мы формулируем мысли, отдаем приказ мозгу, а мозг уже управляет телом. И при помощи воды и при помощи разума мы воздействуем на мозг, и тогда мозг управляет телом, а мозг, он сотворяет чудеса. Абсолютно не важно, на исцеление чего бы то ни было, на исцеление отношений, на исцеление тела, на исцеление друзей, родных, близких. Абсолютно. Вы говорите, а они выздоравливают. И, конечно, если есть люди, которые очень чувствительны к тому, а вдруг я буду программировать исцеление человека, а он, скажем, не хочет исцелиться, или он не признает всех этих методов, и он, может быть, обиделся бы, или он считал бы, что это какое-то воздействие, что это насилие над ним, тогда, во-первых, если, ну как бы это сказать, есть два момента. Первый, если человек на самом деле не хочет и критически относится, но вы об этом не знаете, и он не знает, что вы пьете за него воду, его подсознание заблокирует. То есть его подсознание получит СМС точно так же, как вот Борис объяснял техники субъективного общения. Вы можете о чем угодно говорить со своим сыном, посылать ему там посыл, давай учись, там, если он не хочет, он хочет бросать и идти работать, там, или давай женись, там, если он не хочет этого, или еще что-то. Его подсознание получает СМС, но решение принимает только сам человек на подсознательном уровне. Поэтому, если вы как бы за спиной этого человека посылаете ему, а он не хочет, его подсознание заблокирует. А если вы точно хотите знать, не против ли этот человек, ну, скажем, очень близкий человек, или вы там хотите, не хотите ему навредить, или вы боитесь нарушить какие-то духовные законы, вы можете так сказать, войти в уровень альфа сначала, прежде чем пить воду за него, представить этого человека себе на мысленном экране, то есть его портрет, вот как в телевизоре, как на экране, как, не просто рядом, можно и рядом его увидеть с собой, как бы вживую, и спросить, я знаю, как тебе помочь, ты согласен или нет? И вы обязательно увидите, да, и улыбку, радость или нет. И вот когда, если нет, то я еще раз говорю, вы можете делать, но его подсознание заблокирует. Поэтому уважайте решение человека, если он помахает головой, нет. Так что вот еще такая самопроверочка есть. Спасибо. 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 Спасибо.